Вот насколько ухудшилось качество российской бюрократии, тем более, что вы предсказывали ещё в самом начале войны, что люди будут уставать от войны, и что бюрократия будет уставать от войны и устраивать забастовку. Вот она устраивает или нет? Это вопрос интересный, и я бы сказала, на мой взгляд, один из ключевых, и тот, которым мало кто задаётся, потому что мало кто бюрократией нашей интересуется. Люди, конечно, хватаются за яркие подвижные предметы, и внимание их приковывает тот, кто громче кричит на публике. А Россия-то управляется как раз расширенной бюрократией. Власть находится в её руках, вот этого коллективного правящего класса. Поэтому от их поведения на самом деле зависит и стабильность режима, и эффективность режима, и если они решат, так сказать, разойтись или просто сидя на своих местах ничего не делать, вот этот пресловутый режимный коллапс, который Даниль Тризман нам предсказывает, и вот он произойдёт тогда, понимаете, не когда какие-то воображаемые толпы протестующих будут колотиться в ворота Кремля. А когда бюрократия, и мне кажется, этот термин более применим, чем термин элита, который наводит на ложные мысли, да, так вот когда бюрократия решит, что статус-кво ей не выгоден, что поддерживать его она не будет или не может, вот тогда, собственно говоря, всякие режимные трансформации-то и наступают. А протестные акции, при всём уважении к ним и героизм у тех, кто в них участвует, являются тут, так сказать, неким дополнительным оформлением и наводят бюрократию на мысль о том, что, во-первых, у неё будет поддержка, если она, грубо говоря, сменит свою лояльность, а во-вторых, что настолько дела идут плохо, что вот, смотрите, люди уже на улицы выходят, не пора ли нам подумать, что называется, о себе, а не о только благе начальства. Продолжение следует...